Итак, мы второй блок начинаем нашего цикла, и он будет посвящен музыке античности. Прежде всего, естественно, музыкальным инструментам, хотя, как вы уже, наверное, поняли, музыкальные инструменты без музыкальной практики, в общем-то, не могут в отдельности быть рассмотрены. Это достаточно абсурдная инициатива. Когда возникает музыкальная культура традиции античности? Дело в том, что на рубеже второго и первого тысячелетия происходит такое событие, которое в школах обычно проходит как позитивное, на самом деле это была катастрофа, это переход на железный век, с бронзового на железный. Дело в том, что это не достижение технологий, что раньше не могли работать с железом, а теперь вот научились. В общем-то, с железом научились работать только в 19 веке, как в доменной печи в столице. Но, потому что добиться температуры больше, чем полторы тысячи градусов, никаким образом мехамини в какой печи нельзя. Поэтому, естественно, железо поддавалось весьма опосредованной обработке. Переход с бронзового на железный век был обусловлен истощениями запаса овова. То есть это было катастрофно. Далее бронзу было производить невозможно. Она резко поднимается в цене, а в том, в общем, прекращается ее производство практически полностью. По крайней мере, в таких масштабах, которые сейчас модно называть промышленными. И поэтому переход на железо был вынужден. Это была единственная приемлемая альтернатива. Естественно, она была намного хуже. Железо резко подвержено рже. Да, и вообще, в принципе, металл либо грубкий, либо мягкий слишком. Так что, в общем-то, пригодным для оружия и для сельскохозяйственной техники железо того времени, это, простите, это не современная сталь, быть не могло. То есть железо того времени было неконкурентоспособным бронзовым орудиям. И вот как раз после этого кризиса и начинается период, который именуется, собственно, классическим периодом античности. То есть как раз на рубеже второго и первого тысячелетия. И после этого создаются выдающиеся памятники античной эпохи. Ну, в том числе, всем известные поемы Гомера. С этого начинается античная Греция. Почему искусство греческое, в том числе музыкальное, греческие инструментарии для нас так важны? Ну, начнем хотя бы с простого примера. Слово музыка греческого происхождения. Есть и целая масса других слов, которые нами унаследовали именно из этой культуры. И именно в Греции впервые музыка начинает фиксироваться. Эти отрывки дошли до нашей эпохи. Есть, конечно, предположение, что были более ранние нотные записи, но они не расшифрованы. Сейчас греческая музыка, по крайней мере, с определенной долей вероятности, расшифрована. Она записывалась финикийскими буквами. И, в общем-то, мы с вами сегодня даже послушаем один из образцов, правда, не греческой, в смысле, периода высокой античности, а эллинистической эпохи. Но относящийся к греческой культуре. Согранилось шесть полных пьес, нотированных от Греции. И более полусотни фрагментов осколков. Либо фрагментов текста, либо осколков глиняных или каменных артефактов. Что у нас дальше нужно сказать о греческой культуре? Относительно греческой культуры, все будет совсем по-другому, чем мы рассматривали с вами в Египте. Дело в том, что в Греции, вот как раз, был настоящий политоизм. То есть, если Афина, то это одно божество. Оно не является аватарой какого-то другого божества. Если это Дый, Зевс, то это другое божество. И естественно, не было того глю, клея, который мог бы это все объединить. И из этого вытекали весьма интересные последствия. То, что я сейчас буду вам рассказывать, это опять же мое инструментальное допущение. Я предполагаю, его именно в таком виде. Но, понимаете, есть такие инструментальные допущения, которые, даже если вдруг выяснится, что они не соответствовали действительности кинг-гипотезам, они не утрачивают при этом свои эффективности. Ну, это хороший пример типа Ктолемеева, да, системы оценки расположения. Светил на небосводе. В общем-то, она намного удобнее, чем Коперникианская. И если мы не хотим производить каких-то особенно точных расчетов, вполне можно пользоваться этим. И к неправильным выводам мы не придем. В чем же суть моего допущения? На самом деле, оно основано на большом количестве оригинальных источников. То есть, относящихся к периодам греческой культуры. Дело в том, что в Греции музыкальные инструменты относились к трем разным божествам. И эти божества являются, по сути, взаимоисключающими. Из этого я делаю достаточно радикальный вывод, то, что эти инструменты не могли использоваться вместе. Понимаете, и речь идет о сакральном культе. О культе, который относится к божеству. Я вам назову сразу же третьих божества. Это Аполлон, Дионис и Кибелл. Не может быть на празднике Аполлона инструмента, ассоциирующегося с Дионисом. Это антагонист Аполлона. Ну и понятно, что Кибелла в еще большей степени. Наиболее архаичное пространство. Таким образом, я применю к инструментарию Древней Греции метод, предложенный Дугиным. Он это называет тремя логосами. Я это буду называть тремя дискурсами, что, по сути, одно и то же речением. Определенный тип высказывания, определенный тип мировоззрения. Это культурный код, и он их как раз и обозначает, как логос Аполлона, логос Диониса и логос Кибелла. Разберемся в том, что вообще из себя эти божества значат, и как они могли влиять на инструменты. Аполлон, с которым были связаны струнные инструменты. Впрочем, кстати, струнные с Аполлоном связывают уже Пиндар. То есть, это древнейший поэт античной Греции. Так что здесь, в общем-то, никакой натяжки нет. Это достаточно вспомнить прозвища Аполлона. Да, кефарет. Тот, кто играет и поет на кефаре. Не путать с кефаристом. Да, кефарет это именно тот, кто поет и сопровождает игрой на кефаре. Так и вот, что есть этот самый Аполлон? В такой профанной несколько версии его часто считают Богом Солнца. В самом деле это не так. Ибо Богом Солнца был Гелиус. Аполлон является Богом Света. А это не то же самое, что Солнце. У нас до сих пор в языке, в том числе и в научном языке, сохранилось такое понятие, как ясность. Происходящее, естественно, от Света. И понятно, что Аполлон, прочитанный в таком широком понимании Света, ясности, является Богом рациональности, упорядоченности. Это начало в мире, которое отвечает за соблюдение определенных законов и за их прозрачность, ясность. Транспарантность, как сказали современные журналисты. Естественно, это в данном случае сознательно примененный ангаронизм. Так вот, если у нас Аполлон это божество рацио, божество интеллекта, божество сознательного и чего-то, божество долженствования, того, как должно быть, то противоположность ему, Дионис или Дионис, и так, и так, правильно, это божество, соответственно, экстатического типа. Это темный логос, как это называют, Дугин. Это у нас получается нечто прямо противоположное. Только не нужно пытаться Диониса демонизировать. То есть, понятно, что в нашей культуре христианской Солнце – это Христос, Христос – Солнце – это типическая метафора. И, естественно, есть предпосылки, чтобы отрождествить Аполлона. Ну, вроде как неким притечь Христа, а вот Дионис или Дионис – это типа дьявок, который за животные инстинкты отвечает и тому подобное. Но на самом деле, если мы будем действительно глубоко разбираться в культуре, выяснится-то, что как раз все наоборот обстоит. Ближе всего к притечам Христа является Дионис. Ну, начнем с простого. Он тоже был убит и воскрес. Дионис за грей был растерзан, потом воскрес, потом, как положено, сошел в ад, ну, в Тартер, соответственно, и вывел оттуда праведников. Ну, одного праведника, мать свою семья, вот, которая стала богиней Филомой. То есть мир совпадает, христианский и греческий. Я не пытаюсь показать, что один производный – другой бы эта группа. Я лишь пытаюсь показать, что, в общем-то, Дионис на антагонистах Христа не тянет никаким образом. Что еще связывает, кстати, в том числе Христа и Диониса? Это виноградная символика. Уж где-где, а в Новом Завете виноградная символика встречается, возможно, чаще, чем вся другая символика. Отсылки постоянные к виноградной лозе, к вину, которой не нужно наливать старые мехи. И о виноградаре, притча, в общем-то, отсылок там к винограду огромное количество. Я уже не говорю о самом таинстве Евхаристии. Дионис также связан с вином. И отличительная его особенность, исключительно от Аполлона, в том, что это логос нерациональный. Греки понимали темный логос. Для нашей культуры это достаточно сложно, нам свойственно демонизировать врага. А вот для греческой это было не свойственно. И, возможно, в этом ее уникальность. Возможно, даже поэтому некоторые современные мыслители предполагают, что у греческого человека не было бессознательного в фрейдерском понимании этого слова. То есть не было того, что вытеснялось. Признавал и свои негативные стороны, и, в общем-то, не демонизировал врага. А врага демонизируют до сих пор. Вы это отлично знаете про каким-нибудь постером времен Второй мировой войны. В Советском Союзе фашистов изображали в виде зверей. А, соответственно, по ту сторону границы, в нацистском Третьем рейхе, таким же образом изображали иудеи в виде зверей. Демонизация своего врага, в общем-то, вечно, на самом деле, демонстрирующая нестабильную свою собственную позицию. В Греции этого не было, и они признавали темный логос. Логос тела. Логос, который не может быть рационализирован. Вот что такое Дионис. Это экстатическое принятие реальности, которое, да, иногда выглядело в качестве оргий, иногда выглядело в качестве даже кровавых жертвоприношений, но, на самом деле, совершенно не обязательно должно им ограничиваться. Как сказал один современный исследователь традиции, то, что, в общем-то, перенося идеи шестидесятников на Диониса, можно сказать, что это вот секс, наркотики, рок-н-ролл. Но, в данном случае, речь идет о чем-то таком, что вызывает в данную конкретную историческую эпоху определенное состояние экстаза, выхода за пределы, некой трансгрессии. Там это предельная упорядоченность, здесь и выход за пределы упорядоченности. На самом деле, это вещи очень связанные между собой, и, в общем-то, на самом деле, если бы не устраивались дни, когда все законы отменялись, мы бы никогда не поняли, как действует закон. Именно отмена закона и позволяет показать его действия, с одной стороны, а с другой стороны является основанием для его установления. Это сложная идея, ее достаточно глубоко развивает Джордж Аганган в своем многотомнике «Хомо Сакер». И вы, наверняка, с этой идеей знакомы по такому коммерческому фильму, который, тем не менее, заслуживает упоминания, как «Судная ночь». Достаточно много серий, сами по себе фильмы глупые, но они бы не производили такого сильного впечатления, если бы не отсылали к реально существовавшей в архаичные времена традиции, конечно, не в столь жестокой форме, но, тем не менее, когда же закон упразднялся, и упразднение закона лишь подчеркивало существование закона, как я говорю, оно утверждало его, оно не давало ему размыться, оно показывало его границы. Поэтому вот эта пара дивная, Дионис и Аполлон, это вот эти две оппозиции, некий закон, рацию, установление порядка, и напротив, нечто выходящее за пределы. Ну, условно, очень условно, опять же, допуская анахронизм, можно сравнить Аполлоническое с Фрейдовым суперэго, а Дионисийское, соответственно, с Ид. Ну, мы знаем отлично, что многие психоаналитики как раз не просто работают с бессознательным, чтобы там, где было Ид, там станет эго, но работают с ним у людей, которые, в общем-то, не имеют психических заболеваний. Они проходят анализ просто, чтобы развить свои возможности, более комфортно себя ощущать в той области, которой они занимаются, и так далее. Потому что, в общем-то, к Дионису никто плохо не относился, это не демонизированное божество. С ним соотносились, соответственно, духовые люди. И, наконец, Кибела. Ну, Кибелу атрибутировать проще всего, ибо она всегда изображалась с Тимпаном. Тут особенно много ума не надо, чтобы понять, какие инструменты с ней соотносятся. Кибела – это архаичное божество, земле-эхтоническое божество, пришедшее с большой долей вероятности из Фригии. И в чем суть Кибелического начала? Это тоже выход за пределы, божество очень темное, связанное с культом Атиса. И дело в том, что жрецы Кибелы в экстатическом трансе поклонения ей оскопляли себя. То есть в данном случае Кибелическое начало – это начало, которое – это не просто выход за пределы, как Дионис, а это выход фактически за пределы, если не жизни, то, по крайней мере, адекватного в ней функционирования. Это разрушительное начало. Это самоуничтожение во имя продолжения жизни и так далее. Понятно, что культы Земли во многом на этом завязаны. На разрывании тела владыки и разбрасывании его по полю, чтобы лучше поле давало урожай и так далее. То есть все культы богинь Земли достаточно стражей. С ней, понятно, ассоциировались ударные инструменты. На позднем этапе становления греческой культуры, как это ни странно, культы Диониса и Кибела начинают пересекаться. То есть они все-таки смыкаются. Соответственно, Дионис оттуда уже начинает немного демонизироваться. И, соответственно, чтобы показать вам вписанность этос музыкальных инструментов античности, этос, то есть их бытование культурное и практическое, я вам приведу в пример по мифу на каждом из инструментов. Ну, начнем с лиры. Лира, на самом деле, лира – это не музыкальный инструмент, это группа музыкальных инструментов, достаточно объемная, которая прославилась тем, что использовалась для аккомпанирования чтения стихов. И, в общем-то, в русском языке оно отражено вполне корректно, да, заимствование из греческого слова лирика. Лирика у нас относится чаще всего к лирической поэзии, да, лирика – противовес драме, драма – это, естественно, Дионис, это очевидно, лирика – это Аполлон, и лирика как раз и проистекает от названия этого инструмента. Обычно то, что подразумевается под словом «лира», на самом деле греки именовали «хэлес». Ну, вот вы видите весь инструментарий, основной, конечно, греческий инструментарий. Вдали – это как раз тимпан кибелы, в центре стоят духовые инструменты сиринга, одноствольная, многоствольная и аблас, и вы видите разнообразные лиры. Мы сейчас с вами на каждой из них остановимся, а пока что относительно ну, вот вы видите изображение Аполлона Кипарада, относительно лиры расскажу вам миф. Внизу вы видите лиру, она сделана из черепашьего панциря, холес – это черепаха, обтянутого воловьей кожей, и на ней натягивались струны, семь штук, из овечьих кишок. Что за них? Греческая традиция приписывает изобретение «Хэлес» гермесу, меркурию, римскому меркурию, греческому гермесу, одной из самых молодых олимпийских божеств, которая, когда родилась, захотела поесть в мисце. Такой грудничок, который был очень головный. И так как это был бог, он сразу же встал и пошел, и обнаружил пасущихся стадо Аполлона. Аполлон в этот момент отвлекся, и как-то невнимательно оставил свое стадо без внимания, и в общем-то это стадо его младший брат и коллега угнал. Причем угнал, сразу же соображая, что его могут вычислить, угнал их задом наперед, чтобы следы были в противоположность. Таким образом, он их догнал до берега, чтобы следы уходили в никуда, и где благополучно в общем-то это стадо скил. там же на берегу он обнаружил черепаху, и так обрадовался черепахе, черепаха аж удивилась, что он так ей радуется. Оказывается, он увидел в ней панцирь, который очень быстро избавил от содержимого, и в общем-то у него было неограниченное количество волоких, шкур и кишок, и он тут же изготовил Леру. В такой нелицеприглядной позе в общем-то его изустает разъяренный Аполлон, но рука, карающая Аполлон, остановилась, потому что он услышал этот инструмент и захотел, сказал «Тай!» А, тот говорит «А что взамен?» И в общем-то таким образом Гермес стал олимпийским божеством. Потому что чтобы стать олимпийцем, естественно, нужно было отвечать за какую-то целую сферу человеческой деятельности. Понятно, что местное божество может быть божеством вот этого куста, но оно не будет божеством всей Эллады. И Аполлон поделился с Гермесом искусством прорицания. Именно за предсказания и стал отвечать Гермес, и в общем-то в этом смысле наш язык опять является клоном греческого, он заимствует из него слово герметическое. Герметическое знание это знание, относящееся к Гермесу. Тайное знание, если это слово. именно за него стал отвечать этот бог. В общем-то такой миф, как заполучил Лиру Аполлон, ну судя по всему Аполлон ее хорошо проапгрейдил, потому что его изображенную выиграющей на Лире можно встретить очень редко. Я вам показываю очень редкое изображение. Видите, вот эту чашу, на ней сидит Аполлон, играющий на Лире. Мы видим хорошо черепашь испанский. То, что это Аполлон, можно догадаться по черной вороне. Ворон это вроде птица Аполлона, насколько я понимаю. Потому что Аполлон тоже изначально божество техтоническое было. Вообще, как ни странно, большинство божеств, связанных со светом, изначально были божествами техтоническими. Например, Рахорадхи в Древнем Египте, примерно такой же фантастик. А вверху вы видите и как раз изображение и инструмент это улучшенная, увеличенная Лира. Это кефар. Именно на этом инструменте, как считается, играл Аполлон. И объясню, почему у нее семь струн. Дело в том, что, как вы понимаете, невооруженным глазом на небе видно только семь планет. Вообще, слово планета само по себе, опять же, греческого происхождения, и оно обозначает блуждающие, движущиеся по небу. Поэтому планетами корректно было называть и светило, Солнце и Луну, и, соответственно, видимые планеты в современном понимании этого слова. То есть, если мы стоим на правильной позиции в чтении этого слова, то планеты это не обязательно то, что под этим подразумевают современные астрономы. Так вот, известно было семь планет древнего мира, которые определяли все мироздание как таковое, и этот инструмент являлся своего рода микрокосмом. Это малый мир, и исполнение на нем, естественно, строго нормировалось, были определенные модальности, в которых можно было осуществлять свое высказывание на инструменте, и это инструмент, который соотносился с гармонией мира. Естественно, этот инструмент мог приписан быть только полону и рациональному началу, это то, что упорядочивает весь мир. И весь мир отражен в этом инструменте, и наоборот, игра на нем упорядочивает мир. И это как раз инструмент концертный, который использовался в том числе и в состязаниях музыкантов, и выступление на кипаре считалось крайне престижным. То есть кипаристы и кипареды могли занимать даже государственные посты. То, чего будет абсолютно что невозможно представить в римскую полу. Где этим в основном рабы занимались или отпущенные рабы. Как играли на этих инструментах? Дело в том, что сейчас, если вы обратитесь к большинству записей, на них играют щепки. это не совсем так. Было много техник игры на этом инструменте, но одна из основных типична сейчас для инструмента такого, как клавишные гуси. То есть звучат только те струны, которые не закрыты. Мы закрываем пальцами левые руки с обратной стороны струны, проводим резко плектором по всем струнам, но звучат только те, которые мы не закрыли. То есть в таком варианте этот инструмент был многоголос. Достаточно сложную мелодию сыграть таким образом. Естественно, как бы использовались и обычные приемы игры, то есть щепком, но судя по всему он был не основным, или если он был основным, по крайней мере менее экзотичным. То есть так как играли на кипаре, на других инструментах не играли. Пока не так, как играли на лирах вообще. Вот вы видите хелис вблизи, семиструнная, с черепашьим панцирем. И сейчас вы можете послушать этот инструмент. Правда, музыка, которая будет исполняться, она, конечно, это просто современная импровизация, но инструмент вполне соответствует той эпохе. У него многострунная лимония, хабис. Такие известны только с эпохи эллинизма, с постгреческого деревка. он на ней играет щеком. Это лишь одна из форм исполнения инструмента. этапа с такой инструмент. На самом деле, семь струн были закреплены относительно вот этой лиры или хелис. даже в римских текстах, в частности, в Вергилии встречаем упоминание семиструнного инструмента. Так что большее количество струн является либо постепенным вырождением традиции в сторону эллинистической культуры, либо таким украшательством, иногда оно доходило даже до 18 струн, что, в общем-то, в эпоху высокой античности резко осуждалось. Да. Можно вопрос, Лёсик, посмотрите, пожалуйста, отличие лиры от кефары. В данном случае показываю. Вот эта лира, это маленький инструмент, на котором могли играть и женщины, и мужчины, обычно домашним инструментом, выполнен из черепашьего панциря, обтянутого воловьей кожи, и, в общем-то, ну, такого, ну, такого размера. Кефары огромный инструмент, выполненный из дерева, то есть на нём играли уже только мужчины, но не по причине греческого шовинизма, а просто его почти нереально будет поднять. Он крепился через пояс на плечо, да, это очень тяжёлый, огромный инструмент. Вот, собственно, как выглядит кефара, вы видите пояс для этого инструмента, и, естественно, у кефара уже декор из дерева. То есть, это инструмент более сложной конструкции, это концертный инструмент, тот домашний. На хелис обучались, кстати, обучение на хелис было обязательно, входило в обязательное образование древнего грека. И были ещё переходные формы. Это вот у нас барбит. Барбит это инструмент, который использовали лесбийские поэты в основном, в частности, знаменитая сахо играла именно на таком инструменте. Это, так скажем, увеличенная хелис, да, своего рода женский вариант кефар. Вот, на ней не только женщины играли, но это нечто переходное между хелис и кефар. И был ещё один инструмент форминга. Это архаичная версия кефара. То есть, на самом деле, если в древних источниках форминга ещё упоминается, то в эпоху Платона Аристотеля мы уже упоминания не встретим. То есть, это инструмент, который был вытеснен более совершенной кефарой. По сути, это просто чуть более маленькая в размерах и упрощённая версия всё той же кефары. То есть, на самом деле, инструмента три. Это Хелис, это Барбит, вот он, да, Барбит, и это у нас собственно кефара. Сейчас вам покажу запись форминга, в данном случае её изо всех сил выдают за лиру, но на самом деле мы-то понимаем, что если инструмент размерами лиру, но выглядит скорее как кефара, то это в общем-то и не то и не другое. Поэтому я обозначил его как лира типа форминга, чтобы вы просто могли послушать звук, потому что кефару я вам покажу и покажу, как на ней правильно играть, то есть плектра. Субтитры Здесь, как вы видите, он используется и медиатором, и пальцами, но на самом деле медиатором выщипывается. И форминга к эпохе Платона, собственно, вышла совсем из употребления, но даже относительно кефары, если мы обратимся к такому известному сочинению, как законы, то, в общем-то, Платон, в принципе, не принимал инструментальный закон. То есть, игра на кефаре без пени, это вообще вверх просто бесстыдно. То есть, никакой информации ноль, воспитательной цели ноль, но так сидят и развлекаются. То есть, на самом деле, отношение к кефаре, ну, по крайней мере, со стороны Платона было таким неоднозначным. На самом деле, про Платон и искусство это отдельная тема. Очень любят часто педалировать именно факт изгнания представителей искусства из совершенного полиса, да, что обозначено в идеологии государства Платона, но редко обращают внимание, в какой форме это высказывает Платон. Он говорит, что если такой человек, который владеет искусством подражания, как это называет Платон, придет в наш город, мы украсим его голову плавром, да, мы натрем его благовониями, но скажем, что такого человека не должно быть в нашем полисе, это шлем его в другом полисе. То есть, речь идет о совершенно восторженном отношении, и на самом деле я понимаю, почему Платон пытается изгнать представителей искусства, по крайней мере, связанных с театром, из полиса, потому что, в отличие от нас, Платон верил в искусство. Он верил, что оно может что-то радикально изменить, и если искусство это действительно саморазвивающая система, то именно оно могло уничтожить полис, как бы совершенен он не был, да, потому что искусство будет развиваться, а полис будет сохранять свои традиции. И любопытно, но такой поэт, как Гюльдерлин, в общем-то для эпохи романтизма, она один из самых крупных поэтов, как раз так и считал, что великую культуру Греции погубило величие ее искусства. Оно казалось сильнее, чем тот сосуд, который мог ее сдержать. Так что, в общем-то, отношение у Платона к искусству, я скорее бы сказал, что оно было по-настоящему хорошее, если он ставит на повестку дня в обсуждении государственных проблем вопросов об искусстве. И то, что он решает его не в пользу меметического искусства, это еще не значит, что он в него не верил. Как раз верил, именно поэтому и пытался избавиться. Потому что искусство могло разрушить вот эту рациональную гармонию, которую устанавливал человек. И понятно, почему тогда осуждались все опыты по накручиванию большего количества струн, чем семь. Это гармония мира, а ты туда-туда еще что-то добавляешь. Что это? К чему оно соответствует, да, эти дополнительные струны? Ну, в общем-то, этой гармонией мира пользуемся благополучно до сих пор. Ну, сегодня, например, день Солнца, Санды, да, завтра будет день Луны, и так далее. Потом Марса, Меркурия, и вплоть до Сатурна, да, день, день Субботы. То есть во всех языках, по крайней мере в европейских, это так или иначе отражено даже в самом названии дня недели. Но Фрайдэй, это, соответственно, день Фрейн, который выступает в роли заменителя Венеры. И, естественно, столь укорененные, глубинные вещи, как вот эти Септенеры, Седмицы, они были отражены в струнных инструментах античной эпохи. Кефара тоже должна была быть в идеале семиструнная. И сейчас вам включу фрагмент правильный, как на ней нужно играть, именно закрывая лишние струны пальцами левой руки, а правой просто проводить медиатор по оставшимся струнам. Это будет как раз профессор Стефан Хагель играть. Здесь будет все очень аутынно. Обратите внимание на размеры струнами. Техники могут сочетаться. Техники могут сочетаться. Техники могут сочетаться. А вот в Греции клажулетом мог быть, потому что уже стримы использовались для разделения октавных интервалов. Ну, естественно, в Греции как раз уже для научных целей, не для практических, использовался такой инструмент, как монохор. Натянутая струна, которую можно было делить в определенных местах и получать необходимый интервал. Так, собственно, и получилась шкала, которую мы сейчас имеем. Она, конечно, была натуральная, но, в общем-то, все известные нам интервалы происходят как раз из греческой культуры, когда они были логически обоснованы и описаны хорошо. Музыка не была чистой импровизацией, можно было играть в определенных номах, ном – это не лад, да, это определенный сбор с... Культурный код, если угодно, дискурс, да, это определенный набор штампов, так скажем, которые можно было комбинировать и с их помощью составлять определенное произведение искусства. И чаще всего, все-таки, конечно, эти инструменты использовались либо для аккомпанемента к чтению стихов, либо для аккомпанемента к пению, что на самом деле почти одно и тоже. Если мы обратимся к книге Рансьера «Эстетическая бессознательная», относительно недавняя работа, ну, по крайней мере, в рамках разумного, он говорит о том, что, в общем-то, древняя поэзия, она, во-первых, неотделима от вообще слова как такового. То есть, в принципе, сначала появляется метафорическое слово. Человек в древности не мог сказать, что вот в этом помещении столько-то люмеров, да, и столько в стольки-то кельвинах тут свет можно измерить, да. Ну, вот, это, конечно, было абсолютно невозможно. Древний человек мог сказать, что там костер, он сияет, как солнце. И это не поэтическое высказывание, это единственная форма высказать свой мысль. Другой нету просто. Поэтому к древней поэзии он предлагает относиться с определенной толикой настороженности. А во-вторых, так как речь изначально музыкальна, да, то есть она сначала больше интонировалась, чем сейчас, то, естественно, древние сказители, в том числе и древние поэты, они пели свои стихи. И сейчас мы обычно проходим классика греческой драмы, таких как там Эсхилл, Сафокл и Врипид, как драматург. Но, простите, в нашем понимании современном, да, они были бы, конечно же, оперными композиторами. Потому что они создавали полностью музыкальное оформление своего произведения, да. А это были именно скорее оперы, чем драмы в нашем понимании. То есть там все пели, там хоры были. И эти хоры писали эти же самые авторы. Так что, конечно, там на музыке было все завязано. И, конечно, вычленить музыку от немузыки достаточно сложно. Это не значит, что музыка была стержна. Это значит, что ее просто отделить от всего окружающего достаточно проблематично. О! И, соответственно, уж коль скоро разобрались с Аполлоном... Ну, приведу еще вот один из тролляций. Салтерей. Подобные арпы встречаются вплоть до римского периода. Достаточно популярный инструмент. Иногда с ним изображают арфея. Как известно. Еще один миф известный, да, связан с струнным инструментом. И несмотря на то, что арфей такая фигура специфическая, его миф связан с подземным царством, все-таки его арфа там выступает не в инфернальном области, а как раз тем, что усмиряет инфернальное начало. Чем-то прямо противоположным. Что касательно Диониса или Диониса? Какие к нему относились музыкальные инструменты? И вообще, что к нему относилось? Подчеркну, повторюсь, что это бог религиозного экстаза, и, соответственно, бог театра драмы. Инструменты к нему относились духовые. И, в общем-то, несмотря на то, что сам по себе Дионис в мифах с духовыми инструментами не фигурирует, фигурируют два божества, которые, в общем-то, в Дионисийский спектр вписываются. Точнее, один бог и один опроведчивый эллин, который, в общем-то, был мифологизирован. Первый миф, который связан с богом, это миф о пане. Пан – это божество леса. Не путать с паном эллинистической культуры, когда он стал богом всего. Слово такое до сих пор используется, как паноптикум, допустим, и так далее. Изначально в Греции пан – это божество именно леса, и не просто леса. Понимаете, что такое лес для древнего человека? Сейчас вы в лесу забудетесь, можно хорошо так напугаться, замечательно напугаться, особенно если вы одни, и стемнело, и вокруг хотя бы километров на 20 никого нет, а может быть и на 100, но напугаться можно не по детски. И, в общем-то, именно такие ситуации и описывал тот же самый Элджерман Блэкфуд, классик литературы рубежа 19-20 века, когда писал свою повесть Вендика, когда человек в лесу один начинает неожиданно звереть. А теперь представьте, что речь идет о древнейшем времени, когда это крошечные города-государства, а вокруг необозримая природа, которая может это просто разрушить все, и ничего не останется. Конечно же, природы боялись. Более того, природа, в современном ее понимании этого слова, как нечто такое неупорядоченное по отношению к упорядоченной культуре. Оно появляется, естественно, только в эпоху классицизма. У русов первые. До этого, в общем-то, видели много деревьев, а не природных. И бог Пан, это не столько бог лесов, сколько, конечно, и бог того ужаса, который охватывает человека. Это тоже экстаз, это тоже выход за пределы, но экстаз такой, мягко говоря, малоприятный. И опять же, русский язык здесь заимствует. Из греческого, и мы получаем дивное слово паника. Паника, это то, что мы испытываем, когда к нам прикасается блань бога Пана. Понятно, что божество к Дионису близкое, тем более, что Пана любили часто изображать в виде сатиры или селена, а как раз именно такие сатиры и селены были в свете у Дионису. Так что связь здесь есть. Какой миф мы имеем с Паном связан? Пан преследует нимфу, которую звали Сиринга. Эта самая Сиринга, убегая от Пана, взывает Гваган, чтобы они ее спасли от него, и, в общем-то, боги над ней жалились и превращают ее в тростник. Пан, настигая нимфу в виде тростника, не успокаивается, и он срезает тростинки, и начинает на них играть. И мы получаем мозг. В данном случае этот инструмент на русском языке так и называется, это Плейтопана, или многоствольная Сиринга. И это совершенно уникальный миф, я его очень люблю, потому что, понимаете, этому мифу очень-очень много лет. Однако он демонстрирует в эталонном варианте по сути фрейдистскую концепцию сублимации. Понятно, что Пан пытался настигнуть эту нимфу не просто, чтобы посмотреть на нее. И в данном случае мы имеем животное желание с одной стороны, а с другой стороны, когда объект неожиданно исчезает, ему вместо него подсовывают музыкальный инструмент, то, в общем-то, он всем доволен остался. Понимаете? Фрейдовскую сублимацию часто пытаются неверно проинтерпретировать, что это некая попытка культуры отобрать у человека его право на свободу. Ну, вот если вы почитаете такого философа, как Герберт Маркузе, Эрос и цивилизация, достаточно известная работа, да, середина 20 века, вот там как раз именно так, что вот подлинный Эрос, его пытаются укротить цивилизация и так далее, что мы все рабы тех законов, которые на дна не установлены и так далее. здесь же как раз мы видим очень тонкую интерпретацию, которая ближе к Фрейду, потому что Фрейд нигде не пишет, что сублимированное желание становится хоть чем-то усеченным. То есть, получается, он получает, возможно, даже больший экстаз от музыкального инструмента, который он закончил. вот эта подмена, то есть, сублимация, дословно, возгонка, да, возрушение, и он неожиданно попадает на другую ступень прочтения этой же самой ситуации, и так рождается искусство. Уникальный миф, он интересен и психологически, но он интересен и тем, каким образом и к какому большинству привязан духовой инструмент. Очень-очень мрачный миф, на самом деле. И само божество не самое благодушное, дружелюбное. Я, конечно, понимаю, что и про Аполлона много мифов очень таких диких на наш современный вкус, но на то древняя культура и есть древняя, чтобы достаточно много смешивать. Другой же ключевой музыкальный инструмент, самый главный духовой музыкальный инструмент древней Греции это Аблас. Он имеет связку с другим персонажем, на этот раз это не бог, это именно опрометчивый эллим, его звали Макси. Аблас или римская Тибия, что в общем-то одно и то же Тибия, побольше чуть-чуть. Это такой предшественник современного Гобоя, двухствольный Гобой, на котором играли с тростью, как положено на инструментах язычкового типа. И вот что любопытно. Смотрите, вот Аблас. Дело в том, что я уже вам говорил о лире, которая соотносилась с мирозданием, но с мирозданием, судя по всему, соотносился или по крайней мере с Богом и сам человек. Облик человека должен был быть абсолютно совершенен. Искажение человеческого облика, которое мы видим на комических масках в театре, конечно же, воспринималось как вопиющее нарушение границ, которое как раз и делалось, чтобы потом эти границы опять установить. И этим собственно и кометиям. смешного там часто достаточно мало. Если почитаете того же самого Аристофана, то в общем-то серьезные философские тексты, которые сейчас бы отнесены скорее к такой достаточно едкой эссоистике журналистского толка, чем собственно комедии в нашем, или в римском понимании этого слова. Наша комедия это римская комедия, где там раб, господин опнул сзади, смеется, все смеются. для рабов уже и делалось. Что происходит здесь? Чтобы играть на августе и не искажать лик исполнителя, исполнители перетягивали шнурками себе лица. То есть, понимаете, насколько еще не установившимся является культурный код. сейчас мы легко можем определить, что это все люди. Ну, может, если в темноте шимпанзе за человека приехали, настолько привыкли, что вокруг люди, что уже это считывают таким образом. А тогда, в общем-то, это очевидно было не столь свойственно человеческой психике. Можно было много, видать, встретить человека, который по существу человеком не являлся, который, может быть, был даже каннибалом, который в лесу живет. И искаженная гримасса, искажающая лик человека, я думаю, могла просто прочесться, как гримасса животного, этот человек рисковал просто, что убьет его. Потому что, на самом деле, я это не из пальца высосал, в данном случае, сейчас я его приведу миф полного объема Макси, и там на это будет ставка сделана. В данном случае, дело в том, что... Поэтому и в греческой культуре, и, надо сказать, в культуре азиатской тоже очень часто применяется либо маска, либо ремешки, чтобы не исказить. Понимаете, ремешки, это просто ремешки на лице, а вот если лицо искажается, это уже гримасса, это недопустимо. Сначала расскажу миф, а потом послушаю на этом инструменте. Согласно мифу, Авлос создает олимпийское божество Афина, которое решило исполнить музыку на перу богов, на этом инструменте, изобретенном ею, и, в общем-то, когда она начала играть, боги начали дружно смеяться. Она не могла никак понять, то ли музыка не понравилась, то ли она что-то делает не то, то ли инструмент некрасивый. Она разобиделась на всех, и ушла с олимпа, стала бродить по лесам и полям, и, в общем-то, играть на своем любимом инструменте. Вот когда она села у озера и стала играть в очередной раз на Авлосе, она увидела свое отражение в озере, и увидела, как гротескно раздуваются ее щеки, поняла, почему смеялись боги, выкинула этот инструмент и наложила на него проклятие. Этот инструмент находит пастух, которого звали Макси. Он пытается извлечь звук из этого инструмента, опять же, мы сейчас отошлемся к нашему первому блоку лекций, когда звук сам появился и заставил человека по иному функционировать. Так вот, этот самый Макси играет на Августе, начал в него дуть, и из него зазвучала та же самая музыка, которую играла Кина. То есть музыка его организовала, а не он. И он вообще тут ни при чем. Он, естественно, быстро прославился, великий такой музыкант, и вызвал на поединок самого бога искусства, то есть Аполлона. Аполлон тоже, правда, был не промах, он организовал жюри конкурса, жюри было коррумпировано. То есть это были музы, которые непосредственно подчиняются Аполлону, которые по одному из своих прозвищ Мусагет. Однако, музы оказались более-менее с харизмой, и они не смогли отдать предпочтение ни Аполлону, ни Максию, ибо и та, и другая музыка была создана божеством олимпийца. Ту же Афина написал. В данном случае Аполлон пошел на хитрость. Не будем забывать, что именно он поделился хитростью с Гермесом, а значит, ей обладал в не меньшей степени. И он предложил последнее испытание, в котором нужно было играть и петь. Но, в общем-то, Аполлону на его кефаре проблемы это было никакой. Он, как кефарет, исполнил замечательную песню, аккомпанируя себя на кефаре, а вот у Максия возникли проблемы, ибо играть и петь одновременно в Авлос у него не получалось. За что, в общем-то, Аполлон содрался с него с шкуру заживая. Он его освежевал и прибил к дереву. Так, этот миф заканчивается, как и положено, мифу, связанного с дионисейским дискорсом, в общем-то, весьма и весьма кроваво. В общем-то, это весьма закономерно. На самом деле, с Дионисом тоже есть одна история. На него, как известно, Гера насылает безумие, в этом безумном трансе ходит по всему миру, и везде, где он появляется, люди сходят с ума, начинают неистовствовать и так далее. А в случае же с инструментом Авлосом именно Гера была той богиней, которая высмеяла Афину за ее дивный инструмент. Так что, здесь тоже много параллелей таких скрытых и диалог, попытка вступить в конкуренцию с Аполлоном. Так что, в общем-то, Авлос тоже имеет весьма интересный мифический ряд, и флейты и Авлос используются в Греции как инструменты, естественно, для дионисийских торжеств, то есть, того, что мы будем называть как драма. Изначально это были козлиные песни в честь бога Диониса, но достаточно быстро они переродились в совершенно уникальный феномен, феномен, который многие философы называют краеугольным камнем европейской культуры, то есть, в театр, в драму. Есть такая совершенно уникальная книжка, я ее очень люблю, всегда своим студентам даю читать. Она имеет несколько странно для нашей сегодняшней темы названия, она называется «Нацистский миф», она написана современными философами Филиппом Лакула Бартом, который музыкой очень подробно занимался в своей жизни, и Жаном Люком Нанси. Жан-Люк Нанси еще жил, Лакула Бартом так давно умер уже. И эта книжечка, она совсем тоненькая, буквально брошюра, эта статья опубликованная отдельно, поднимает как раз вопрос о специфике античной драмы, как она аукнется в том числе в инсценировке вот этого тоталитарного режима Третьего Рейха. И на мой взгляд здесь нужно говорить не столько о том, насколько они глубоко поняли Рейх, сколько о том, насколько они глубоко поняли драму. И в общем-то если мы эту книгу прочтем и хорошо поймем, то я думаю мы не обидимся на Платона, а в общем-то пожмем ему руку и тоже выгоним из идеального полиса лицедеев. Выгнать лицедеев может только тот, кто правда верит в искусство, кто верит в вопрос для кого это просто украшательство, но оно ничего не может изменить. И в общем-то античная трагедия уникальна тем, что как считают те же Лакула Бахт и Нанси именно на ее основании вызревает святая святых христианской культуры Месса. В чем принципиальное отличие? Трагедия, на которую кстати собирались все, положено было приходить, нельзя было не прийти. то есть естественно все свободные граждане полиса, которые имели право голоса. Их могло собираться до 10 тысяч человек. Я себе с трудом представляю как справлялись музыканты в условиях отсутствия микрофона. Именно такие цифры называются в греческой литературе, в литературе римской, там в частности у Плиния называются цифры 40 тысяч человек для римской драмы. Можете себе представить. Без микрофонов петь. И что есть греческая драма? Во-первых, я уже сказал, что это опера по сути своей, это полностью музыкальное действие, в котором использовались музыкальные инструменты, и для которых создавалась специально музыка, сохранились фрагменты в частности из Еврипида, то есть им создана музыка для его же постановок. Зачем нужно было по лесу драма? Дело в том, что чтобы организовать все социальное пространство в единое пространство, нужна идентификация. И драма позволяла греческой публике идентифицироваться с тем или иным героем. Правда, героев им предлагалось достаточно много на выбор, в этом была специфика именно греческого театра, но они все были включены в один миф, в одно действие. И каждый раз, когда все эти люди приходили в театр и приобщались к одному мифу, они объединялись этим мифом. Это и есть тот клей, который склеивал полис, который позволял ему функционировать как единому организму. так что естественно социальная роль драмы там была колоссальна. Это вообще не развлечение. И было бы странно, если на развлечение выдавались деньги на посещение театра. Театр сначала был бесплатным, потом он стал платным, но на эту сумму билета выдавались деньги. В принципе он был бесплатным. По факту для того, кто хотел его посетить. И конечно это абсолютно фантастическое действие, не имеющее прецедента в предшествующей эпохе. Уникально само то, что вы понимаете пьесы того же Еврипида до сих пор могут идти. Это то, что может просто идти в театре. А речь идет о том, что это написано в пятом, четвертом веке до нового эра. Вот что уникально. То есть это действительно такой стержневой момент для европейской культуры, но когда он адаптируется к христианству, в традицию мессы, естественно заменяется что? Предмет идентификации. Там их было много, а здесь он один. И для женщин, и для мужчин, имитать его христи. Да? О подражании Христу Фомы Кемпийского достаточно прочесть, чтобы понять. самая издаваемая после Библии книга христианского мира. И вот эта традиция отождествления с единым образом, она, конечно, заложена в греческой драме. Это тоже экстатическое действие, действие евхаристии во многом близко дионисийству. преображение, выход за пределы, трансценденция, по сути. Поэтому, конечно же, греческой трагедии нужно относиться с очень большим вниманием, но для нас это важно. Почему? Потому что, когда появляется жанр оперы, когда он создается в флоридийской гамерате, естественно, у них не было идеи создать новый жанр. Они пытались воссоздать греческую драму. Так что, жанр, существующий по сей день, более того, благодаря которому инструментальная музыка получила путевку в жизнь в профессиональную музыку, он, в общем-то, тоже имеет непосредственные предпосылки в античном театре, в античной драме. И там в драме использовались инструменты духовые и инструменты ударные, так как речь идет драма появляется в период высокой античности уже в пятом, четвертом веке и естественно в это время культ Кибелы с культом Дионису уже соединился. То есть ударные инструменты там тоже представлены. что еще нужно сказать по поводу греческой музыки? Что вам еще такого важного не сказал? А важного вам не сказал следующее. Были дело в том, что еще инструменты я вам назвал флейт тупана, но не сказал, что бывает одноствольная сиринга, то есть бывает просто одна трубочка по типу камушевых флейт, которые мы знаем из Древнего Египта в частности. И была полноценная флейта, которая похожа на современную блок-флейту. Она называлась суравли. мы сейчас с вами эти инструменты послушаем, послушаем и удивительную греческую трубу, опять же на которой применялась сурдина, а точнее резонансный раструб, который менял темпер. Тоже сигнальная труба. Так что на самом деле инструментов было несоизмеримо больше, но самое важное то, что эти инструменты имели жесткую привязку к определенной философии, если угодно к определенному мировоззрению, к сфере божества того или иного, а значит с большой долей вероятности не могли употребляться совместно, то есть струнными духовыми. Такие изображения есть, но по большинству своему они относятся к эпохе эллинизма, когда к божествам олимпийским относились уже с большой долей иронии. То есть когда инструменты в общем-то остались, а мифы стали уже просто милыми. Как сейчас есть много христиан атеистов. Вот тогда уже были, так скажем, политеисты атеисты, которые в общем-то поклоняются Дию, но в общем-то в Дию уже не верят. Слушаем с вами Аблас, базовый инструмент для античной культуры. Еще вот что не сказал, помнишь, что-то забыл вам такое важное сказать. На пифийских играх использовались только два инструмента музыкальных. Это самые важные инструменты для античной Греции, то есть это пара противоположностей. Это кефара и это Аблас. То есть мы репрезентируем либо Дионисийское начало, связанное с фригийскими ладами, что-то такое статическое, либо мы репрезентируем кефару, связанную с упорядочивающим мировым началом. Кефару уже слушали, теперь слушаем Аблас. Каких инструментов точно воспроизводит греческая оригинальность. Ну вот там вы видели какое-то содержание сатиры с Абласа. Мало вероятно. Ну вот одна из статуй. Опять же вы видите Пана с флейтой Пана. С многоствольной серингой. Здесь он обучает на ней Дахмиса. Вот многоствольная серинга греческого образца. Ну собственно до наших дней она мало чем изменилась. в электричках до сих походят на такой игре. Правда появился отличный микрофон. А вот Суравлик. Когда говорят о греческой музыке почему-то категорически не упоминают этот инструмент. На самом деле он был достаточно широко распространен. Чем он интересен? По большому счету это первый прототип современный блок плейд. На нее он уже похож прям совсем. И по звуку тоже вы сейчас послушаете этот дивный греческий инструмент. Продолжение следует... 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 Даже если это будет на территории Греции находиться. Потому что традиции совершенно различны, и традиция применения музыкальных инструментов, в частности, инструменты начинают активно смешиваться, то есть их философия исчезает, на лиры начинают одевать огромное количество струн, вплоть до 18 на лиры, и до 11-12 на кефары. И, в общем-то, здесь речь идет, скорее, об использовании внешних атрибутов греческой культуры, чем о греческом мировоззрении. И, опять же, если вы откроете, там, не знаю, какую-нибудь статью или книгу по старой литературе, можно встретить такое понятие, как древнегреческий роман. Но, простите, древнегреческий роман, он появился позже, чем древнеримский. Ну да, есть пару прецедентов, относящихся к эллинистической культуре, которые там остались во фрагментах, и не совсем понятно, вообще был ли это роман. Но, тем не менее, речь идет о том, что древнегреческая вот до этой даты, потом эллинистическая. Чем для нас важна эллинистическая культура? А вот это для эллинистической культуры до нас дошли первые в истории полностью сохранившиеся фрагменты музыкальных произведений, не фрагменты, а уже музыкальные произведения, пьесы, то есть ноты, которые расшифрованы. То есть с этого момента, с момента эпохи эллинизма, мы имеем уже не только музыкальный инструмент, не только свидетельство музыкальной практики, но музыку первую, сохранившуюся в истории музыку. Таких произведений шесть знает история музыкальной культуры. Я вам покажу самое известное из них, это Сколич Сайкила. Сколич Сайкила. Внизу вы видите расшифровку, вверху вы видите ее запись, то есть речь идет о записи финикийским алфавитом музыкального тела. И греческим алфавитом, собственно, текста песни. Ее иногда называют эпитафией Сайкила, что не совсем верно, дело в том, что эта песня просто выбита на надгробном памятнике. Сама по себе это Сколия, это такая застольная песня. Сколия это застольная песня, там ничего скорбного в этой эпитафии, поверьте, нет. Да, там радости жизни. А Сколия вообще-то словно кривой. Нечто типа просто. И эта песня, она стала культовой, потому что, в общем-то, это первый музыкальный фрагмент, первая музыкальная пьеса, которая дошла до наших дней. И мы можем, наконец-то, послушать, а какая была музыка две тысячи лет назад. Так, датировка спорная, датировка от второго века до новой эры, до второго века даже новой эры. Это Эфес, это не Греция. Это, в общем-то, подчиненная эллинистической культуре локация, но территориально это от Греции относительно далеко. Правильно играют на гипаре. Датировка. Божи. Датировка. Датировка. Играет музыка Играет музыка Ну, вот, в общем-то, такая пьеса, незамысловатая, но достаточно хорошо запоминающаяся, и большинство музыки римского периода, в смысле, демонстрации музыкальных инструментов римского периода, будет как раз на примере этой пьесы, потому что это, ну, действительно аутентичная музыка по эпоху. Если все, что мы слушали с вами до этого, была чистой воды импровизация, то это уже не импровизация, да, это действительно настоящая пьеса. И добрались мы с вами до Рима, завершающего период античности. На самом деле, римская культура, римская музыкальная культура в том числе, очень необычная, и необычна она как раз тем, что фактически идеально вписывается в Марксову базис и надстроек. Ну, что нам дал Рим, по большому счету? Рим нам дал право. Юриспруденс. Если не современного типа, то очень близкого к нему. Рим интересовали вещи практического свойства. Я имею ввиду право не по типу суда над преступником, а по типу легитимизации всех отраслей человеческой деятельности. Право на тот или иной кусок земли, право передачи его по наследству, право его разделы и так далее. То, чем сейчас занимаются в основном гражданские суды, все это отсылает непосредственно к праву римского. Совсем другая культура, которая интересовалась расширениями своей территории и интересовалась благоустройством своей территории. А в искусстве, в общем-то, Рим дал нам не так уж много. Что дает, по большому счету, Рим? Ну, первое, что нужно вспомнить прежде всего, это, конечно же, арка. Греческая культура не знает арки. Арку сделать сложно. Нужно замковый камень ставить. Нужно так располагать камни, чтобы каждый из них распределял свой вес и мог удерживаться благодаря тому, что его держат ниже лежащие и выше лежащие камни. Это искусство было отработано этрусками и перенято в Рим, и вся римская архитектура завязана на арке. А арка позволяет сильно расширить вообще возможности архитектуры. Это же достаточно хитрая несущая конструкция. Ну, вы все знаете Колизей. Вот там этих арок ходят бабля. То есть, это вот первое, и поэтому, конечно же, что дал Рим миру. И, конечно, римская архитектура поэтому очень высоко котировалась. То есть, римская архитектура не является полным клоном греческой. Хотя, конечно, она от нее унаследовала очень много. Так как здания увеличиваются, естественно, уже и не подходили образцы греческих колонн. И там даже ордера будут меняться. Будет там римско-коримский и так далее. То есть, слово римско будет прибавляться. То есть, сами колонны укрупняются, становятся более массивными. Ну, и римлянам удается создать пантеон. Размеры этого купола будут достигнуты после Римской империи. Только, простите, Брунеллевский. Когда он будет строить купол Санта-Мария д'Альфиорова в Флоренции. Это уже эпоха Ренессанса. То есть, времени пройдет много. А вот только тогда достигнет будет мастерство римлян. Я уже не говорю про то, что у них был шикарный водопровод. Ну, которым все травились, типа у нас цинка была. Из свинца он был. Более того, римляне в кулинарии активно использовали свинец. В косметике использовали свинец. Так что, жили они мало. Но сейчас. Что еще Рим дал в искусстве? Это роман. То есть, древняя Греция, классическая, высокая Греция. То есть, 5-4 века не знает такого жанра, как роман. Скорее всего, он появится в эпоху эллинизма. Все-таки на греческой территории. Фрагменты остались от этих романов. Но известнейшие всему миру романы, повлиявшие на всю европейскую цивилизацию, это Сатирикон Петрония и Метаморфозы Апулея, он же с легкой руки Августина Блаженного Золотой Оселок. Но эти два романа, относящиеся к 1-му и 2-му веку новой эры, это, конечно, абсолютный ноу-хау Рима. И, в общем-то, это демонстрирует направленность римской культуры. Рима интересует нарративный жанр. Там где сюжет есть, повествование. Понятно, что в музыке его достаточно мало. Даже если это песня, она же растянута. Там очень быстро все, динамично происходит. Но, даже несмотря на то, что музыка в Риме, в общем-то, котируется очень низко, тем не менее, какие-то достижения в музыкальной жизни в Риме были. Но начнем, наверное, с плохого. А если в греческую эпоху музыкант котировался, как никто, актер очень высоко ценился, повторюсь, он мог даже занимать государственные должности, а тогда это не то же самое, что сейчас. Это человек должен был, которого уважает полис. В Риме искусством занимались либо рабы, либо вольноотпущенники, то есть бывшие рабы. И, естественно, котировка у этих представлений была очень-очень низкая. А статус представителей искусства был, к примеру, намного ниже, чем статус гладиатора. А статус гладиатора, простите, это почти уровень плентуса. То есть музыкант занимал самую низкую иерархию. И, конечно, это не могло не сказаться на уровне той музыки, которую дает нам Рим. Вырождается театр совершеннейшим образом. Представления осуществляются в основном и рабами, и для рабов. Да, это очень массовые действия, но, как правило, малосодержательные. И уж тем более, это не то, что будут читать веках. Лучшие образцы театральных постановок, лучшие образцы драм того времени, это, к примеру, студии Сенеки. Но, если вы обратитесь к их объему элементарно, и к тому, сколько там персонажей задействовано, то, в общем-то, это как раз постановки, которые ориентировались, ну, скорее всего, для демонстрации где-то на вилле богатого Римля. То есть, это не тот масштаб, который был в эпоху античной Греции. То есть, получается, две тенденции. Одна – сохранение хоть чего-то ценного, но резкое уменьшение этого всего, либо, наоборот, раздувание ног превращения в фарс. Повторюсь, Плиний говорил, что в римские театры на некоторые представления набивается до 40 тысяч человек. Историки сейчас ставят это под большое сомнение, но говорят, что человек 10-15 тысяч реально могла находиться там. Сомневаюсь, что что-то было видно или слышно, тем более, что римляне не уважают публику. Если в греческих театрах – это амфитеатры, на которые греки приходили со своими подушками, то есть, они полулежа смотрели эти огромные представления, то римский театр – это театр стоячий. То есть, публика там стоит. Никто вам сидячее место не предлагает. Да, это театр по-прежнему бесплатный, но это представление по типу, как сейчас, шоу на площади, там, на какой-нибудь праздник. Когда все собрались, никому ничего не видно, кто-то попрыгал из заголовка, выглядывал, вроде что-то там симпатичное происходит. Ну, растянули какую-нибудь дорогую ткань с золотыми звездочками вышитыми, как выписывают в одном из источников римских. Вот, все рады, красиво, искусственно. Уровень резко падает. Уровень, конечно, совершенно не тот, что мы видели в эпоху греческой культуры. Но, на самом деле, Рим все-таки чем-то интересен для исследователей музыкальных инструментов. В частности, именно благодаря римской культуре входит в обиход и становится популярным последний тип инструмента, который мы еще с вами не охватывали в истории. Мы смотрели струнные, мы смотрели ударные, мы смотрели с вами духовые, и не было у нас еще одного типа инструмента, а это клавишные инструменты. Конечно, по сути своей клавишные тоже являются либо клавишно-духовыми, либо клавишно-ударными и так далее. Но, собственно, клавишных инструментов до этого периода не существовало. Я сказал Рим, хотя это не совсем так, клавишные первые появляются в эпоху позднего эллинизма, но получают государственный статус и колоссальное распространение именно в римскую эпоху. И этот инструмент назывался гидроблос. Вы видите замечательную римскую мозаику, на которой два музыканта, один на корну или букцине, здесь сложно сказать, ибо навряд ли масштаб точно выдержан, они отличались лишь размерами, и исполнители на гидроблосе играют какую-то торжественную музыку. А гидроблос был любимым инструментом императора Нерона, что как раз, наверное, может сказать о том, что гидроблос, в общем-то, должен был быть достаточно экстравагантным инструментом, в общем, Нерон любил все сильно экстравагантно. Например, Нерон любил зеленый цвет. Понимаете, зеленый цвет один из наиболее поздних, появившихся в истории человеческой культуры, да, то есть древнейший, древний мир знает три цвета. Неокрашенная ткань, он же именуется белым. Понимаете, что он не белый. Просто, ты с чего ткань есть, тот и белый. Естественно, желтоватая, скорее всего, если это лен, да. Черненая ткань, с золой вычерненная, это называется черным. Понятно, символик у того чистота, потому что каждое пятнышко на нем будет видно. Здесь символика, наоборот, того, что не принимает, то, что не может быть запачканно. Понятно, что почему монахи, да, черную одежду потом носили так воодушевленно. И, наконец, красный цвет, это цвет воинов, и потом монархов, которые, опять же, из воинов изначально и происходят. Те, кто сумели этого поста себе добиться силой. Это, чтобы крови не видно было. Чтоб на поле и вране не особо, в общем-то, радовать врага. Хотя греки дрались, судя по всему, обнаженными, но, может быть, после боя, парадная, одеяние красное надевалось, чтобы, ну, в общем, скрывать рану. Ассоциация с кровью, ассоциация с тем, что не может быть испачканно, и ассоциация с чистотой. Вот три ключевых цвета древнего мира. Древний мир, в общем-то, других цветов и не знал. Все остальное ультраэкзотика и не факт, что даже воспринималось. Если хотите на эту тему почитать, обратитесь к Аристотелю, только в оригинале. Можете выудить там интереснейшие вещи. Например, в радуге он видел всего пять цветов. И при этом, революционно отстаивая свою позицию, пусть до него видели четыре. Синего он, естественно, там не видел. Хотя на русский переводят синий. В этом-то вся печаль. Понимаете? То есть, сейчас пытаются интерпретировать и звуки, и цвета древности в современных нам понятиях. Современных нам категорий. Таким образом, инструмент гидравлаз, я предполагаю, что был достаточно экзотичным, если уж так сильно его любил Нерон. Уж Нерон, повторюсь, очень любил зеленый цвет, который до него надевали иногда молодые экстравагантные римлянки. То есть, уже окраска в зеленый была отработана, но, в общем-то, это считалось очень, вот почти на грани с фульгарностью. Это не опроверованный, не отработанный культурой цвет. Я уже не говорю о том, что синий, синий цвет варвара. Как раз в античной, в римской драме, если нужно было изобразить дикаря такого почти, который тоже только что с ветки спрыгнул, и он лицо выкрашивал в синий цвет, потому что синюю краску умели использовать германские племена, чем не соизмеримо превосходили Рим. Рим не знал синего красителя, он не знал, как закреплять цвет на одежде. А древнегерманские племена, которые были ничуть не менее продвинутые, чем Рим, просто в другом. Они эту технологию знали. Естественно, когда Рим их завоевал, Рим с одной стороны эту технологию, у нас летом. И одежда стала, ее не нужно было менять чуть ли не каждую неделю, потому что она выцветала. Она стала более ноской, она стирку выдерживала, бумачка не по крайней мере. Но, конечно же, когда заимствуешь у того, кого считаешь ниже, это нужно как-то высвободить. И вот в античном театре синий цвет ассоциируется с варваром. Примерно так же ассоциируется и зеленый, но чуть получше, и то, что вот Нерон любит, все зеленое, и любит Гидравлас, в общем-то, это немножко рядопроложенное понятие. Гидравлас вводится как инструмент, который используется на инаугурации у видных представителей власти, там, у императора или у Авгура главного. Гидравлас используется на баталиях гладиаторских игр. Этот инструмент достаточно громкий. Это, конечно, не совсем орган, там принцип действия другой, я сейчас объясню, как он работает. Но, в общем-то, этот инструмент занимает едва ли не пиковую позицию в римском музыкальном мире. Все остальное это вот так, постольку, поскольку. А Гидравлас это что-то свое, родное. До рима фактически не использовано столь активно. И второе, что дает нам рим, это уже настоящих предшественников современных волторн, то есть закрученные медные инструменты. Даже не волторн, а вообще, в принципе, вся медь. Современная медь, она же вся закручена. В принципе. У нас не используются просто прямые медные инструменты. Ни один. До римской культуры таких инструментов тоже мир не знает. Трубы используются прямые. Чем она длиннее, тем звук ниже. В Риме придумали, как этот инструмент сделать более компактным. Так как, опять же, чем занимается прежде всего длиннее продвижением на поле брони. Дальше и дальше, дальше и дальше, доходя до Великобритании. И, естественно, если это базовый боевой инструмент, который, как я предполагаю, использовался не только в сигнальной цели, но и в цели запугивания, устрашения противника, букцинатор, это достаточно статусная должность. То есть, если музыкант это совсем ниже плинтуса, то букцинатор это все-таки другой уровень. Вукцинатор подчиняется непосредственно Центуриону. Ну вот. И, как вот, когда во Вьетхонг вторгались американцы, вырубая Вагнера на полные подвешенные колонки полет Валькирии и устраивая цирк с световыми пулями, ночные налеты, рейды, естественно, это для устрашения, для запугивания. То вот примерно так же, я думаю, использовались эти большое количество букцинаторов с букцинами, такой неистовый рев, на это несется огромная армия. То есть, римляне нашли применение практическое музыка. Сказать же, что это сигнальный инструмент нельзя, это инструмент, который призван произвести впечатление. Поэтому весьма существенное впечатление, экстаз музыкальный, ввести противника в ступор, что, в общем-то, принесет Риму еще одну победу. Это два как раз котирующихся музыкальных инструмента в Риме. Сказательно букцины есть очень много расхождений. Что называть букциной, что называть кормом. Внешне не выглядит абсолютно одинаково. Иногда встречаются такие понятия, как прямая корну. То есть, судя по всему, речь идет все-таки об обычной таблине. Но обычно корну это огромная букцина, а вот здесь все-таки скорее букцина. Там еще есть дополнительное приспособление, чтобы музыкант мог держать этот инструмент. Причем мог держать одной рукой, извлекать звук аппарата, андешором, а второй рукой держать меч. Ибо, в отличие от большинства музыкантов в армиях последующих эпох, музыканты в Древнем Риме мечом обладали. То есть, у них короткий меч для правой руки. левая рука держит инструмент, а губая играет. Инструмент, естественно, натуральный. Что тут еще нужно сказать? Нужно рассказать о природе этого дивного инструмента, как он, собственно, воспроизводит звук. Несмотря на название, то есть, водный авлас, инструмент этот звучит, в нем, конечно же, не вода, а воздух. Вы видите вот с двух сторон от инструмента такие резервуары для воды и ручки для накачивания воздуха. Внизу в чане находится вода, куда поступает воздух. После того, как мы нажимаем клавишу, появляется выход для накопленного воздуха, начинает звучать трубка, а на место освобожденное от спускаемого воздуха возвращается вода. Таким образом, благодаря вот этой системе поддерживается примерно одинаковое давление воздуха. Туда качают, естественно, неравномерно. Рядом сидят два человека, которые качают постоянно воздух, этот инструмент, но несмотря на то, что они его качают неравномерно, в общем-то давление там примерно одинаковое. То есть, звучал он относительно ровно. И мы сейчас с вами как раз послушаем этот инструмент. Вы здесь на фотографии видите восстановленный один из самых первых исторических абласов. Это инструмент начала христианской эпохи, то есть, первые века новой эры, еще совсем мало трубок, но у этого инструмента уже была клавиатура, нечто напоминающее клавиатуру несоизмеримо больше, чем у органов до 14 века. У органов до 14 века клавиатура напоминала больше по размерам паспорт, потому что на них играли кулаками. Ничего понятного толкового на нем, кроме пары нот, изгледить было невозможно. На римском гидравлосе играли пальцами, то есть, это именно клавишный музыкальный инструмент. Сейчас мы послушаем, как звучит этот инструмент. Я специально подобрал видеозапись, не такую, которая воспроизводит аутентичный гидравлос, а там, где его механизм, это в стекле, чтобы все было видно, как он действует. в стекле но здесь это один человек качает воздух. В принципе, я бы сказал, что это уменьшенная модель. Один к двум, а может быть, даже один к четырех. Воздух идет в воду. И пример именно такой, более аутентичный, хотя здесь инструмент по-прежнему маленький. Вы видели на оригинальной римской мозаике инструмент очень крупный на самом деле изображен. да я думаю, что, вы представляете себе гладиаторские бои, где они, на колизее. Где колизей, где вот этот инструмент. Он же должен наполнить звучанием театр, этот, круг. Вот, букцина или корну, в данном случае это корну, очень большой инструмент. звуком своим наполнить колизей конечно могла. Даже одна. А если их там несколько выставить бурцинатор, то, конечно, это будет очень мощный такой звук. А вот такой крошечный, скромный ядра как-то маловероятно. В принципе, здесь все инсценировано под римскую эпоху. Очевидно, это одна из экстравагантных барышень в духе Нерона. Она в зеленое одета. Причем светло-зеленое. Именно такой тот любил Нерон. А вот здесь у нас с Патрицией в очках. Можно было бы снять очки для видеозаписи хотя бы. будет эпитопез экела. КОНЕЦ По некоторым данным у этих инструментов было до 19 декабря. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот здесь как раз одежда по крайней мере по цветам соответствует исторической эпохе. Черный, повторюсь, это в общем-то до того, как изобрели нормальный черный краситель, а это произойдет в конце эпохи Ренессанса, это в общем-то грязный. Он любой. Он от цвета меняется, так как еще тем более не только зола использовалась для краски, но и красители, в том числе морского происхождения, они постоянно мутировали, и единого цвета не было. То есть просто черная та одежда, которую в общем-то запачкать невозможно, ибо она изначально запачкала. со своей символикой. Это очень важно для понимания в принципе тех основ, на которых держится именно европейская культура, потому что как раз, то есть то, что я сейчас говорю, относится к европейской культуре. Даже Индия синий цвет знала испокон веку, Египет древний, синий цвет знает, древняя Греция, повторюсь, его настолько не знает, что в 19 веке поднимался вопрос на полном серьезе, а видели ли древние греки синий цвет? Вопрос достаточно забавный, для этого было исследовано огромное количество классической литературы и было выяснено, что в общем-то ни в одном из них это слово не употребляется. На что другой энтузиаст в это же время взял все пьесы Росина, вычитал их сплошь и доказал, что ни в одной из пьес Росина синий цвет также не упомянут. И это не значит, что в эпоху 17 века никто не видел синий цвет. То есть море и небо для них были бессветны. Для неба чаще всего золотой эпитет употреблялся. Это то, что опять же золото мы понимаем как желтый, они понимали золото как то, что максимально ярко, почти непереносимо для глаза. Если мы посмотрим на небо, даже когда оно затянуто тучами, оно все равно, так как солнечный свет же проходит, все равно почти невыносимо для глаз. И если мы смотрим на солнце, если мы смотрим на голубое небо, если мы смотрим даже на небо днем, которое подернуто дымкой облаков, цвет меняется, вот эта суть яркости, она остается. Вот что подразумевалось. Опять же, а почему вода синяя? Это же достаточно условно, согласитесь? То есть, если вы обратитесь к воде, в реках, она скорее зеленоватого оттенка, да, там в море, которое было рядом с Грецией, то есть, это очень темная вода, то есть, не случайно, там рядом Черное море именуется, Черное, да, Игейское море в принципе мало по воде, чем от Черного отличается. То есть, вода, это опять же наш культурный код. Мы, например, привыкли считать, что вода на синяя, а в средние века, например, считали, что воздух синий. Достаточно абстрактно, да, а воздух, он должен быть теплым, то есть, воздух ассоциировался по достаточно сложной системе, которая имеет в основе еще аристотелевскую концепцию с теплом, и, соответственно, синий цвет был теплым, по гамме. Для средневекового человека это было как у ченаши. Это абсолютно понятно. Для нас это абсолютно непонятно. Опять же, для кого-то будет очень смешно, что для нас действительно синий ассоциируется с водой. А почему? Вода оранжевая была тут. Для египтянина, наверное, который жил в Маниле, когда паводок идет, то есть, видишь, что-то похожее на кирпич. Вот это вода, милая. Но, вы же никак не си. У нас искра, Натана, синяя, редко, когда течет. Здесь вы видите средний инструмент по размерам. Корм достигали до трех метров в длину. Ну, естественно, в разгарном состоянии. Затем их скручивали. А букцина, судя по всему, является маленькой версией корм. Правильно, и букцина, и букцина. И так, и так пишут. Вот, в данном случае букцина, это у нас получается от слова щеки, да? Ну, корм, очевидно, это рук. Что еще я вам хотел по Риму показать? А по Риму нужно показать следующее. По Риму, конечно же, нужно продемонстрировать вам собственно музыку, основную для Римской империи. Это музыка для торжественных представлений. То есть, это, допустим, инаугурация, вступление в должность, это честование победителей. То есть, музыка, которую не изгонял из своего полиса Платона. Музыка прикладная, которая в Риме как раз пользовалась большой популярностью. Да и вообще в Риме искусство пользовалась популярностью скорее как отсылка к греческой культуре. Вот кто может себе позволить музыку? Это, в общем-то, показатель статуса. Далее ничего не шло. То есть, она не должна была наделена быть каким-то особым смыслом и так далее. Предполагалось просто как факт демонстрации того, что человек по большому счету в представлениях римлянина в пустую может выкинуть деньги. То есть, он это может. на эту тему наверное много мог бы порастуждать Батай с его концепцией траты как утверждения монаха. Ну, в общем-то, для Рима это типично. То есть, человек устраивает пышное представление с музыкантами, значит, он утверждает свой статус. В общем-то, музыки нашли функциональное применение. И вот сейчас как раз вы услышите пример прямой трубы, которая могла играть на каких-то пышных представлениях. Опять же, аккомпанирует тот же самый гидравлос, только вот девушку перенарядили в серебряное какое-то платье. Уж не знаю, из чего его можно было бы сделать до 20 века. И мужчина категорически не хочет снимать очки. прямая труба. современные духовики недалеко а дальше я вам покажу фрагменты из интересного такого видеоролика, который демонстрирует общую ситуацию применения музыкальных инструментов в Риме и в общем-то вы увидите эту самую деградацию. То есть есть три вектора. Первый это я называю музыкальные обои, фоновая музыка, музыка для пира, музыка, которая как сейчас выполняет функцию где-нибудь в кафетерии, чтобы за соседним столиком не было слышно, что говорят рядом. То есть там включается музыка. Не потому, что она сильно нужна, а в качестве своего рода такого демпфера. Ну и в лучшем случае оформление. музыкальный дизайн дошло в такое появилось. Вот в Риме все греческие инструменты они сильно хилеют в размерах, ибо их нужно переносить. Во-вторых, их изготавливают уже рабы и играют на них рабы. В Риме наконец-то рабовладельческий строй получает тот самый статус, который так любили поминать в Советском Союзе. то есть когда есть действительно угнетатель или угнетенный. В Греции этого не было. Или было, но очень редко. Для Греции раб это скорее человек, который может что угодно делать по типу средневекового карлика или шута, который не работает. Который думать не может, который никаких законов не выполняет. А работает он или не работает, это уже зависит от того, к какому он хозяину попать. В общем, для Греции это было не столь типично. А это скорее такой недочеловек в качестве оттенения собственно человека, которым являлся эталонный Эльдин. Для Рима все очень просто. Раб это тот, кто работает. Остальные не работают, они держат раб. Ну, и естественности музыка попала в сферу действия рабов, то вот рабы использовали накопившийся инструментарий для сопровождения перов и иных торжеств. В общем-то аналог к тому, что сейчас происходит в электричках. Да, когда музыканты играют, для того, чтобы им три копеечки заплатили, может, заплатили, чтобы они не играли. Да. А как так получается, что музыкой занимались рабы, но только самые богатые римляне могли себе позволить музыкальным спроводениям? А, смотря какое, опять же. Понимаете, я уже говорил, что букцинатор в принципе человек серьезный. Если вы заказываете 12 букцинаторов на свое назначение на службу, то в общем-то это жест достаточно широкий. Букцинатором раб быть мог с определенной вероятностью только. То есть это уже достаточно статусно. Не скажу, что высокий статус, просто, понимаете, все остается в сравнении. Если в Греции драматург или музыкант мог саму клеймо в биографии, если человек занимался этой деятельностью, и он дальше определенного статуса не мог продвинуться. А во-вторых, естественно, речь идет о искусстве в принципе. То есть я назвал музыку, но нужно было, наверное, сказать не только о музыке. То есть если вы можете себе позволить копию греческой статуи, вы богатый человек. Но нужна ли она вам и разбираетесь ли вы на самом деле в той сложной символике, которая там заложена? Нет, не разбираетесь. Вам нужно, чтобы вас перед входом на виллу не стояли или внутри. И когда вы принимаете гостей, вы показываете, что это точная копия той-то или иной античной греческой статуи. А если у вас есть настоящая греческая статуя, так это вообще шик. По сути, по большому счету, примерно так же шиковали перед друг другом влиятельные люди, начиная с эпохи Ренессанса. То есть, искусство ценилось именно как своей массовидности и как нечто дополнительное к быту. Оно не являлось обязательным. По большому счету, а сейчас наши уважаемые олигархи, которые заказывают музыкантов к себе на банкеты, они высоко ценят музыку? нет. Нано. То есть, вот оно положение. С другой стороны, это не значит, что им могут, например, им могут много заплатить. Но в данном случае, оплата, стоимость, которую вносят им, она же не говорит о том, что у вас от этого статус повышается. Как говорил один умный человек, за позор нужно платить. И в римской как раз культуре люди не свободные, часто накапливали для того, чтобы освободиться, выкупиться, но это же не значит, что после этого они смогут приобрести какую-то высокую социальную роль занять в обществе. Нет, есть позор, который не смываем, хотя денежек вы можете достаточно много накопить. Я не знаю, сколько конкретно получали музыканты в римскую эпоху. Понятно, что какие-нибудь гладиаторы или особенно те, кто управляли колесницами, они получали больше, чем современные нефтяные магнаты. Но музыканты навряд ли, но я не думаю, что ему мало совсем. Определённая трата, чтобы как раз показать своё величие. Тот-то как раз приходит за этими деньгами, чтобы поиграть. А значит, он уже не в статусе. А ты как раз можешь не играть, а позволить ещё и ещё одного нанять. Поэтому я не вижу здесь противоречий. Соответственно, мы посмотрели с вами вот первый блок это музыка фоновая. Второй блок это, соответственно, музыка армейская. Это может быть музыка и походная, музыка для запугивания и сигнальная. То есть это уже не музыка, а просто применение музыкальных инструментов. И, наконец, третий блок это музыка культовая. Но, как вы сами понимаете, Рим государство по большому счёту светское. Рим к богам относится достаточно с определённой долей условности. Верят они в одно единственное божество, которое действительно для них значимо. Это гений императора. То есть, если император осенён этим гением, он получает статус божественного. Божественный лампус. А, в ней он не божественный. То есть, если император что-то делает ценное, его в управлении видит божественную длань, вот это и есть подлинное божество, которым он не поклоняется. Кстати, именно из-за этого происходит гонение на христиан. Потому что, на самом деле, Рим абсолютно в сиятель. Он принимал все религии. С одним условием нужно поклоняться гению императора. Потому что, в общем-то, это примерно то же самое ситуация, в которую оказались христиане в ту эпоху, как сейчас, если бы вы вышли на Болотную площадь кричать что-то против власти. Их не принимали не потому, что у них религия другая, а потому, что они отказывали официальной религии в её легитимности. Они отказывались поклониться гению императора. Вот и всё. И тем не менее духовная музыка в Риме была. Она в основном была основана на наследии прошлого. Это систер из Египта. И это литус, такие трубы специфические для ритуала. Сейчас вы это всё увидите. Я нарезал, чтобы это было очень компактно и прокомментирую по ходу измечания. Но вот во что выгляделось кефата. Видите, что это не лего, это деревянный инструмент, который резко уменьшился. Столы, естественно, изобрели достаточно поздно. В древнем мире ели лёжа. Ну вот, ещё один образец. Здесь их различают коплира и кефара, но оба инструмента аналогичны, потому что размером отличаются. И опять же, даже эта кефара несоизмеримо меньше греческого оригинала. многоствольная сиренда. музыка Вот можно. музыка Прямая музыка Музыка для оформления глазиатрских вагонов. 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 И вся эта история благополучно завершается в пятом столетии. Сначала пала Александрийская библиотека, потом было несколько ситуаций пограничных с катастрофой в самом Риме. И в общем-то в 476 году Западный Рим прекратил свое существование официально. Но это не значит, что именно с этого момента все резко поменялось. Христианство давно уже было в Риме и те тенденции, которые мы будем наблюдать в средневековье, они скорее постепенно вытесняли то, что было наработано в римской культуре. Да, эта дата очень знаковая, потому что поменялось все по сути, но что касательно музыкальных инструментов, уже даже в пятом веке они поминаются достаточно редко. А в следующем веке, например, когда боецы будут писать свой тарактат, например, он наоборот упоминается достаточно часто. То есть говорить о том, что вот это для музыкальных инструментов именно точка Рубикон я бы не стал. Другое дело, что музыка до века девятого будет почти не фигурирует в источниках, она редко упоминается, когда упоминается речь идет именно о музыке в общем, а не каких-то конкретных музыкальных инструментах. И я думаю поступить следующим образом завтра, чтобы уж поднимался вопрос о том, о чем мы будем говорить, а будем мы говорить о следующем. Мы с вами разобрались с древним миром, но мы не разобрались с двумя важнейшими вещами. Первый блок будет посвящен средневековой европейской музыке. Если успеем, может быть дойдем до начала эпохи Ренессанса. Но, соответственно, в следующий, третий день мы начнем с того момента, когда закончим завтра, то есть, скорее всего, это будет Ренессанс, и дойдем до туда, докуда дойдем. Я с собой взял на самом деле материалы до середины восемнадцатого века. Но дойдем до туда хорошо, дойдем до туда в середине третьего дня, я вам могу без материала рассказать дальше. До девятнадцатого века мы дойдем. Но так как большинство работ по истории инструментов начинаются либо с Ренессанса, либо с восемнадцатого-девятнадцатого века, я считаю, что лучше дойти подробно до того момента, который не освещен, да, фактически в русскоязычной литературе. Дальше вы спокойно Фортунатова того же откроете. Не скажу, что он прямо радикально устарел. Устареть может что-то глупое, это не глупо, да, поэтому, в общем-то, это интересная, хорошая работа. Вот у меня план такой.